В сегодняшнем выпуске Место встречи Иерусалим. В Святой Земле сезон Рождества. Мы расскажем о реальных местах и событиях, описанных в Священном Писании и связанных с рождением Иисуса. Мы посетим пастушье поле в Вифлееме и услышим мнение эксперта о волхвах, пришедших навестить младенца Иисуса. Также вы узнаете о процессе изготовления вертепов из оливкового дерева. Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске Место встречи Иерусалим. Добро пожаловать в специальный рождественский выпуск Место встречи Иерусалим. Я Крис Митчелл. Мы находимся рядом с Иерусалимским зданием Союза Христианской Молодежи, Имка. Оно было построено в 1933 году и посвящено гармонии между основными мировыми религиями. Люди со всего города съезжаются полюбоваться огоньками на этом чудесном дереве. Наша первая рождественская история о месте, которое 2000 лет назад было освящено куда проще. О поле в Вифлееме, где под светом звезды пастухи в рождественскую ночь наблюдали за своими стадами. Я Крис Митчелл, и сейчас я нахожусь под Вифлеемом, на так называемом поле пастушков. В Евангелии от Луки сказано, что 2000 лет назад ангел Господень явился пастухам и возвестил им о рождении царя в городе Давида. Мы с пастором Стивеном Хури, который вырос в Вифлееме, встретились в одной из пещер, где пастухи могли ночевать тогда, 2000 лет назад. Стивен Хури рад встрече. Расскажите о месте, где мы сейчас находимся. Всех с Рождеством. Мы на поле пастушков. Оно находится посреди местности, которую мы называем полями Ваоза. Вероятно, именно сюда приходила Руфи. Здесь происходило много событий. И не только в рождественскую ночь. Когда мы говорим об этом поле, на ум приходят три истории. История Руфи и Ваоза. Другая история о царе Давиде. Давид родился и вырос в этой местности, в районе Вифлеема, около поля пастушков. Ну, и, конечно, рождение нашего царя Ешуа. Мы находимся в самой середине поля пастушков. Здесь ангелы явились пастухам и сообщили благую весть, как сказано во второй главе Евангелия от Луки. Во второй главе Евангелия от Луки говорится, «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осеяла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. Я называю поле пастушков колыбелью нашей истории. Она находится именно здесь, где ангелы явились, чтобы возвестить благую весть о рождении царя. Почему ангелы явились пастухам? Какова их роль в истории? Вполне вероятно, что на поле пастушков, в этом самом гроте, где мы находимся, овец готовили для заклания, или жертвоприношения в первом храме, храме Соломона, или же во втором храме, храме Ирода. Здесь овец растили кошерным способом. Их готовили к жертвоприношению. Вот почему ангелы явились пастухам с благой вестью во второй главе Евангелия от Луки. Далее в Евангелии от Луки сказано, «И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее, слава в вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение». Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». Видите, они готовили овец к жертвоприношению. И именно они первыми узнали о рождении царя. Царя, принесенного в жертву ради искупления человечества. Если это так, то эта местность уникальна. И, как итог, спасение человечества запечатлено кровью царя Иешуа, царя Агонца. В завершение истории Лука пишет, «И поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сём. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своём. И возвратились пастухи славя и хваля Бога за всё то, что слышали и видели, как им сказано было. Славьте Бога везде, где бы вы ни были, за Его спасение, искупление и милость в эти рождественские праздничные дни. С Рождеством Христовым и Божьих благословений с поля пастушков, где родилась наша вера. Далее в программе. Кем были те мудрецы, которые путешествовали несколько месяцев, чтобы увидеть младенца Иисуса? В Евангелии от Матфея сказано о волхвах. Это история, которая доступна также в семейном приложении CBN, о мудрецах, которые годами изучали небо, чтобы найти звезду, которая приведёт их в Вифлеем, к царю иудейскому. Привет, это Крис Митчелл, и я стою посреди Иудейской пустыни. На востоке находится Иорданская долина и горы современного государства Иордания. В библейские времена эта местность была известна как земля Моава. В 16 километрах к западу находится Иерусалим. Если бы мы оказались здесь около 2000 лет назад, мы могли бы увидеть проходящих мимо волхвов-мудрецов, описанных в Евангелии от Матфея. Они шли на поиски того самого рождённого царя иудейского. Вот как это описал Матфей. «Когда же Иисус родился в Вифлееме иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Кем были эти мудрецы с востока? Очевидно, они изучали небеса. Как сказано в Бытии, небеса могут рассказывать истории. Во время сотворения сказал Бог, «Да будут светила на небесном своде, чтобы отделять день от ночи, и пусть они служат знаками, чтобы различать времена, дни и годы». И в псалмах псалмопевец сказал, что небеса провозглашают Божью славу о делах его рук, возвещает их свод. Изо дня в день вещают они и каждую ночь открывают знания. Считают, что волхвы пришли из Вавилона, это современный Ирак. Они изучали небеса и обнаружили нечто чудесное. Звезды возвестили о пришествии Мессии Израиля и Спасителя мира. В документальном фильме «Вифлеемская звезда» Арик Ларсен говорит, что из описания историка первого века Филона можно догадаться, кем были эти волхвы. И, наконец, он говорит о волхвах. Он описывает определенную школу волхвов, которую называют Восточной. И он хвалит этих волхвов. Он говорит, что эти ребята понимали естественный порядок вещей и могли объяснить его другим. Согласно Филону, они были, вероятно, кем-то вроде ученых. По крайней мере, у этой необычной восточной школы волхвов было такое свойство. Мы не знаем, принадлежат ли эти волхвы из священных писаний к той самой восточной школе. Но не правда ли интересно, что Матфей хочет, чтобы мы знали, что они пришли с Востока. Что это была очень хорошая школа. Я думаю, эта восточная школа волхвов зародилась во времена Даниила. Даниил так и не вернулся домой. Он оставался там до самой смерти. Я думаю, что он оставил после себя учеников. Это вполне могла бы быть восточная школа, которую описывает Филон. Ларсон задается вопросом, могли ли волхвы быть иудеями по происхождению, поскольку они искали царя Иудейского. Через иудейскую пустыню они пришли в Иерусалим к царю Ироду. Это место, куда 2000 лет назад пришли волхвы. Сегодня это башня музея Давида, но когда сюда пришли мудрецы, это был дворец царя Ирода. Я стою на одной из построенных им башен. Отсюда открывается вид на город Иерусалим и Элеонскую гору. Вероятно, оттуда волхвы впервые увидели Иерусалим с его царем. Это место называется Кишли. Возможно, именно здесь волхвы встретились с царем Иродом. Около 20 лет назад археологи обнаружили, что это место было частью дворца царя Ирода. Вот как Матфей описывает их встречу после того, как они спросили у Ирода, где родившийся царь иудейский. Услышав об этом, царь Ирод встревожился, а с ним и весь Иерусалим. Он созвал к себе всех первосвященников и учителей закона и спросил их, где должен был родиться Христос. Затем первосвященники и книжники дали ответ, который был нужен мудрецам, чтобы найти царя Иудейского. В иудейском Вифлееме ответили ему, потому что так написано у пророка, и ты, Вифлеем, в земле Иудеи, ты вовсе не наименьший среди главных городов Иудеи. Из тебя выйдет правитель, который будет пасти народ мой Израиля. Важно помнить, что мудрецы путешествовали несколько месяцев, а перед тем около двух лет изучали небо. Ирод хотел знать, когда это произойдет, повествует Матфей, и потому он отослал их в Вифлеем с наказом, идите и тщательно разузнайте все о младенце. Когда вы его найдете, известите меня, чтобы и я смог пойти поклониться ему. Следующее событие происходит здесь, в Вифлееме, примерно в восьми километрах от Иерусалима. Это церковь Рождества Христова, место, где, как принято считать, ргылся Иисус. В большинстве рождественских вертепов главными персонажами являются пастухи, Мария, Иосиф и младенец Иисус в Ясле. Однако, вполне возможно, что они прибыли через месяц или даже спустя целых два года после рождения Иисуса. Матфей говорит, что они пришли в дом, а не к Яслям. Так, после многих месяцев странствий, мудрецы, наконец, завершили самые важные в своей жизни поиски. Ларсон описывает Вифлеемскую звезду, за которой следовали волхвы, как звездный танец и небесное свидание созвездий звезд и планет, провозглашающих рождение Иисуса. Вот как он описывает небесную карту во времена волхвов. Я хотел бы привести вам хронологию. В сентябре третьего года до нашей эры Юпитер соединился с Регулом в созвездие Льва. Солнце перешло в созвездие Девы, Новолуние, потом Еврейский Новый год, Рош-Хашана. Девять месяцев спустя самая большая планета соединяется с самой яркой планетой, образуя самую яркую звезду, которую когда-либо видели. Эта звезда зажглась прямо над Иерусалимом. Волхвы добрались туда примерно в ноябре. Пришли к Ироду и сказали, мы видели звезду, где царь? Ирод ответил, им, в Вифлееме. И так они вышли за ворота Иерусалима, чтобы идти в Вифлеем, 8 километров пути. Они посмотрели вверх и увидели там звезду. Юпитер находился прямо над Вифлеемом. Один из волхвов, парень, который занимался вычислениями, говорит, постойте, постойте, она прямо над Вифлеемом. Они пришли в Вифлеем 25 декабря 2 года до нашей эры. Мы знаем дату, потому что тогда звезда остановилась. Когда они нашли Иисуса, Матфея писывает сцену ликования и восхищения. Выслушав наказ царя, они отправились в путь. Звезда, которую они видели на востоке, шла впереди них, пока, наконец, не остановилась над местом, где был младенец. Увидев звезду, мудрецы очень сильно обрадовались. Когда они вошли в дом и увидели младенца и его мать Марию, они, павши, поклонились ему и, открыв свои сокровища, поднесли ему подарки золото, ладан и смирну. Мудрецы пророчествовали через свои драгоценные дары. Золото олицетворяло земное царствование Иисуса, ладан, его благочестие, а смирно предсказывал его смерть за человечество, как агонца Божьего. Они нашли того, кого небеса объявили царем иудейским и спасителем мира. Но на этом история не закончилась. В Иерусалиме царь Ирод задумал убить Иисуса, но Бог предупредил Марию, Иосифа и волхвов. Но во сне они были предупреждены о том, что им нельзя возвращаться к Ироду и вернулись в свою страну другим путем. Это был грот посреди церкви Рождества Христова на том месте, где, как считают, родился Иисус. Мудрецы, пришедшие встретиться с Иисусом, провели месяцы вдали от дома и в своем духовном паломничестве прошли сотни утомительных километров. Две тысячи лет спустя их усердие является для нас примером, и мудрые люди сегодня, как и в те времена, все так же ищут его с Рождеством. Далее в программе мастера из Вифлеема воплощают в жизнь рождественскую историю. В это время года христиане всего мира мысленно обращаются к Вифлеему. Эта история доступна в нашем семейном приложении CBN. Эмили Джонс расскажет о мастерах из Вифлеема, сохранивших традицию изготовления вертепов из масличного дерева. Всем привет, меня зовут Эмили Джонс, я продюсер новостей CBN. Добро пожаловать в Вифлеем. Не знаю, как вы, но я в детстве, в период Рождества, больше всего любила вертеп. Я часами играла с фигурками и представляла, как будто в рождественский сочельник нахожусь там. Здесь, в Вифлееме, христиане на протяжении веков мастерили из масличного дерева потрясающие вертепы. Я здесь, чтобы подробнее рассказать вам об этой христианской традиции. Добро пожаловать на фабрику «Вифлеемская звезда». Здесь ремесленники воплощают свое мастерство, создавая вертепы из оливы. В Библии сказано, что олива – это священное дерево. Каждый кусок оливкового дерева уникален. Поэтому каждый рождественский набор получается уникальным. Джамиль Хош основал фабрику 50 лет назад. Он продает свою продукцию по всему миру. Историки утверждают, что вифлеемские христиане экспортируют свои творения из оливкового дерева с 16 века. Любых форм и размеров. Вот это одна из самых качественных и детализированных наших работ. оливковые деревья растут на Святой Земле тысячи лет. Ремесленники заботятся о них, а для резьбы используют только ветви дерева. Это ветви, о которых я вам говорил. Мы берем их у фермеров. Древесина у оливы очень влажная. Древесина сохнет в течение года, а затем мастера собирают вертепы по частям. Необработанный набор выглядит вот так Иосиф, Мария и младенец. Сейчас мастер детализирует заготовки. Он вырезает лица и прочие детали. Другой мастер сейчас занят маленькими вертепами. С каждой деталью, с каждым надрезом рождественская история вновь оживает в руках мастеров древнего города Вифлеема. Христиане верят, что Иисус родился именно здесь. Сейчас здесь находится Церковь Рождества, одна из древнейших церквей, действующих и поныне. Внутри есть особый грот, где по преданию родился Иисус. Многие христиане верят, что Мария с пеленов Иисуса положила Его в ясли именно здесь. Император Константин велел построить эту церковь после того, как в IV веке его мать Елена посетила это святое место. Сегодня это эпицентр рождественских торжеств здесь, в Вифлееме. Библия говорит, что Мария, Иосиф и младенница Иисус расположились в хлеву, так как для них не нашлось места в гостинице. Хлев мог выглядеть примерно так. Из холодного камня, полный животных, не самое подходящее место для рождения царя. В Библии сказано, что ангелы явились пастухам на пастушьем поле и сообщили, сегодня в городе Давида родился Спаситель. Он Мессия, Господь. Хотя местонахождение пастушьего поля доподлинно неизвестно, многие христиане считают, что место, где пастухи узнали благую весть, находится именно здесь, в 10 минутах ходьбы от церкви Рождества. Размышляя об этой библейской истории, мастера создают великолепные произведения искусства. Олива важнейший экспортный товар Вифлеема, но пандемия сильно ударила по местным мастерам, и теперь они возлагают свои надежды на заказы онлайн. Из-за коронавируса туристов в Вифлееме мало, но мы надеемся, что в следующем году все наладится, и мы снова увидим американцев в Вифлееме. Джеммель утверждает, что резные фигурки и заливы помогают христианам ощутить связь с землей Библии. Надеюсь, они смогут почувствовать себя ближе к Вифлеему, к месту, где родился Иисус. Каждый рождественский набор изображает события двухтысячелетней давности, ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему, чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Спасибо за то, что посетили Вифлеем вместе со мной. Желаю вам счастливого Рождества. Далее в программе Ассоциация молодых христиан в Иерусалиме лучшее место в канун Рождества. Спасибо, что смотрите Место встречи Иерусалим. Мы стремимся предоставлять вам объективные репортажи из Святой Земли через еженедельные трансляции, подкасты и онлайн-медиа. Наше видение состоит в том, чтобы донести до миллионов людей по всему миру правдивую историю о том, что происходит в Израиле и на Ближнем Востоке с библейской и пророческой точки зрения. Это масштабное видение, которое стало возможным только благодаря щедрой поддержке таких людей, как вы. Звоните нам по телефону 1-800-707-000 или посетите наш сайт cbn.com slash JerusalemDateline. Ваши пожертвования помогут пролить свет истины об Израиле по всему миру. Здание Ассоциации молодых христиан в Иерусалиме всегда было местом согласия между людьми разных вероисповеданий. В это время года они устраивают большую рождественскую вечеринку и они рады всем. Мы тоже поучаствовали в их рождественской ярмарке. Столько радости в одном месте. Обычно об Израиле говорят конфликт, арабы против евреев. А тут все ладят друг с другом, улыбаются, смеются. Музыка. 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 На этом сегодняшний выпуск подходит к концу. Спасибо, что были с нами. Помните, вы можете подписаться на нас в Facebook, Twitter, Instagram и YouTube. Также вы можете получить доступ к контенту CBN через новости CBN и другие приложения CBN. И не забудьте подписаться на наши рассылки по электронной почте, чтобы получать весь наш захватывающий контент. Я, Крис Митчелл, желаю вам счастливого Рождества. До встречи в следующем выпуске «Место встречи» «Иерусалим». Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media организации «Уикенд». «Место встречи Иерусалим» это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли. «Путеводитель ТВ»